Вопросы овладеть языком за такое короткое время? Вопросы овладеть языком за такое короткое время? Что из этого язык, что не язык? Это вопрос нетривиальный. Конечно, можно было бы провести жестокий опыт, а именно родить ребёночка и устроить ему язык, который будет исключительно из хлопания крышек разного типа сковородок и кастрюли. Посмотреть, что из этого выйдет. Но это понятно, что это дурацкая шутка. Значит, во-первых, ребёнок должен вывести, что из этого язык. А дальше он должен сделать работу, которую не могут сделать лучшие лингвисты Земли. А именно он должен расшифровать этот язык. Он должен декодировать незнакомый язык. Страшная работа. Он должен вывести алгоритмы, которые записать себе в голову. И поскольку это происходит с каждым здоровым ребёнком Земли, то мозг это делает. Это факт. То, что мозг это делает успешно, это точно, потому что каждый здоровый ребёнок Земли годам к трём примерно... Это плюс-минус. Здесь цифры не важны, потому что разные скорости у разных людей. И это не положительная, не отрицательная характеристика, а просто скорости разных. Вот. Так вот, каждый здоровый ребёнок в итоге говорит. Значит, мозг умудряется это сделать. Это одна из вообще самых трудных, из всех трудных задач, как, собственно говоря, он это делает. То есть вот я своей одной... У меня несколько разных специальностей, но одна из них лингвистика. И вот своей лингвистической частью я бы сказала так. Ведь мы, ну, если знаете, там старый анекдот, не стреляйте в пианист, он играет как может. Значит, когда мы жалуемся на то, что плохо написаны учебники грамматики, что непонятные грамматические системы, как их описывают в академических грамматах, мы кому жалуемся и, главное, на кого? Во-первых, сами написали? Как могли, так написали. Вот. Во-вторых, что-то не видно, как бы написать лучше. То есть теоретически говоря, описание языков, грамматики, а также учебники, как их практическое приложение, были бы сделаны хорошо, если бы мозг дал себе труд нам рассказать, как он это умудряется сделать. Потому что здесь-то правильно написано. Ну вот есть так, чтобы уж совсем провокационно говорить, я бы сказала так. Вот почему я, вот предположим, я ничего не знаю, нигде не училась. Почему я должна верить, что существуют глаголы и существительные? Кто-нибудь видел глагол или существительные? Ах, если вы видели, тогда ответьте. Почему чаепитие? Это существительное. Ну, у меня докторская по лингвистике тоже. Поэтому я просто хочу сказать, что я знаю почему, в том смысле, что не спрягается, а склоняется. Это всё ясно. Ну, а если всерьёз, да, то я должна влезть в голову и посмотреть, а там вообще существительные глаголы есть? А как, собственно, я их там найду? Вот если даже я возьму пилу, да, начну голову, значит, распилю, открою, посмотрю туда, и вот уверяю вас, что там ни существительных, ни депричастий, ни союзов, ни предлогов. Ничего там этого совершенно не будет. Значит, я должна как-то эту информацию оттуда изъять. Как изъять? Об этом, вот, собственно говоря, эта наука и есть. Это я просто такой компот устраивала, чтобы вы представляли себе, что это за поле. Ну, например, как я могу такую информацию получить? Значит, если я, если есть пациенты, у которых в результате повреждения мозга, а таких пациентов, к сожалению, каждый день несметные тысячи во всем мире пребывают в разной клинике. Так вот, если есть пациенты, у которых все существительные остались, а все глаголы исчезли, то это крупное доказательство на тему того, что такие есть отдельно глаголы и существительные. Это не тотальный ответ, но намек на то, что в этом что-то есть. То есть, короче говоря, вот, если вернуться все-таки к теме, когнитивная наука – это вообще довольно большое поле, и в этом его плюсы, и в этом же его минусы. Минусы заключаются вот в чем. Чем дальше, тем больше я вижу, что туда лезет чуть ли не все, и поэтому это довольно опасная территория. Потому что там могут жуликов довольно много оказаться. Я недавно своей рукой зачеркнула тему магистрскую, не буду говорить где и когда, но мне просто тема понравилась, которая звучала следующим образом. Когнитивные аспекты магии кино. Да, магистрскую диссертацию человек хотел защищать. Когнитивные аспекты магии кино. То есть, можно, конечно, когнитивные аспекты, я не знаю, пользования отверткой или открывашкой для бутылок. Это как нанотехнологии. Да, то есть, это такие, понимаете, это такие шаманские вещи начинаются. Поэтому здесь себя надо держать за хвост. Но если всерьез, то тогда, как минимум, в это поле попадают следующие науки. Это, ну, основные – это точно. Это, конечно, лингвистика, это, разумеется, психология, это нейронауки, то есть, все, что изучает мозг, и это искусственный интеллект. Это вот такой минимальный набор. В идеале люди, которые по этой специальности как-то собираются двигаться, они должны получить образование в этих областях. Это не значит, что они должны получить там пять дипломов, но это значит, что они должны что-то. Из этих областей довольно серьезное знать. И вот, скажем, наши магистрские программы, которые мы открыли, они именно так и составлены. Вот наших детей, которые на это направление идут, их учат и биологи, и психологи, и математики, которые рассказывают про то, как действуют сложные системы. Ну, конечно, нейронауки, разумеется, лингвисты. Вот, так что это вот такая вот область. Ну, хорошо, давайте как-то будем двигаться все-таки. В 1970-м году вышел фильм Франсуа Трюко, номинутый, довольно-таки. Уж не говоря о номинетом режиссере. Который назывался «Л'enfant sauvage», и который был на тему реального случая, произошедшего в 18 веке, когда во Франции из неких лесов вышел мальчик, который телом был человек, а был ли он человек, это вот как раз и нужно обсуждать. Это на тему детей Маугли. И был доктор Жанна Тарр, реальное лицо, который этим ребенком стал заниматься. Вообще все светское общество как бы стало эту тему обсуждать. И обсуждения шли на тему, кого считать человеком. То есть мы человеком рождаемся, мы рождаемся людьми или мы людьми становимся. Человек это кто? Это тот, у кого нет хвоста, который не покрыт шерстью с ног до головы, который на двух ногах, который говорит, у которого, ну, в общем, анатомия. Вот это уже человек или не человек? Кстати, вопрос не такой простой для ответа, как кажется на первый взгляд. Конечно, можно сказать, у этого существа гены человека. Но встает второй вопрос, а гены человека это какие такие гены? Это отдельный вопрос, мы не будем сейчас обсуждать. Ну, короче говоря, это все на тему Маугли, на тему, что вот по, ну, как физический объект. Этот ребенок человеком был, но поскольку он жил неведомо где, и у него нет никаких социальных навыков, и у него нет речи, то является ли он на самом деле человеком? Это одна из таких, не в плохом смысле слова, модных тем, и сейчас это обсуждается. Интересно, что когда появился этот фильм, его премьера была вот в 70-м году в Лос-Анджелесе, так вот небеса шутят над нами. В ту же неделю, когда был этот фильм, была обнаружена девочка, про которую тоже есть фильм, но уже не художественная документальная, у меня в том числе он есть, может, даже и на флешке, который, эта девочка, милым ее папашей, была заперта в комнате на 12 лет. Она в 12 лет жила в полной изоляции и не видела, не слышала никогда людей. Более того, когда она сама пыталась какие-то звуки издавать, то за это ее папаша наказывал, потому что папаша решил, что она умственно отстала и не стоит внимания, вот таким образом ее замерли. Значит, эта девочка была обнаружена, там у меня нет времени все сейчас рассказывать, но на нее накинулось уже научное американское сообщество, очень сильные и психологи, и психиатры, и лингвисты, с идеей, ей было 12 лет, что я палец поднимаю, потому что это важный пункт. И для того, чтобы понять, можно ли ее в 12-летнем возрасте как-то социализовать, то есть возможно ли ее обучить языку, и возможно ли ее обучить социальным навыкам. Не буду про это говорить больше, просто потому что не могу. Вот картинка, которую я сначала вывесила. Это не художественное произведение, а это реальная картинка мозгового картирования. Один из видов ее, который показывает, как информация по мозгу распространяется. Здесь на тему белого вещества, серого вещества. Теперь вот такие вот красивые вещи можно делать. Сразу хочу сказать, что техника современная, которая позволяет фиксировать то, что происходит в мозгу у здорового человека любого возраста, не повреждая этот мозг, который безопасно. Это не в результате операций нейрохирургических, не в результате втыкания золотых гвоздей в него. То есть можно любого человека изучать, в том числе здорового. Вот эта техника развивается стремительно. Ей пользуются все, кто может себе это позволить, как интеллектуально, так и материально. Потому что эти приборы очень дорогие. Счет идет на миллионы евро. Это очень дорогая техника. Поэтому ты не можешь просто прийти куда-то и сказать, давайте я там поисследую. Для того, чтобы что-нибудь поисследовать, нужно грант какой-нибудь большой получить, который отдать соответствующей клинике, которая почему-то разрешит вам этим заниматься. В общем, это серьезное дело, но кто ищет, тот находит. Поэтому все серьезные люди, которые, я повторяю, могут себе позволить такую вещь, сейчас исследуют мозг с помощью разного вида картирования мозга вот такого высокого класса. А последний писк – это исследовать, скажем, еще не одного человека, а, скажем, двух находящихся во взаимодействии, что, конечно, в два раза труднее и дороже, но зато интересно, потому что люди вообще-то поодиночке не живут. Большинство когнитивных процессов, которые… А, да я не сказала, что самое главное вещь, что такое когнитивные процессы. Это мышление, сознание, естественно, хотя я не понимаю, что это такое. Это внимание, память, разные виды памяти, ассоциации и так далее. Короче говоря, это то, что делает наш мозг. Вот вывешиваю вам цитату, где знаменитый Клод Левистрос, семиотик, пишет «21 век будет веком гуманитарной мысли или его не будет вообще». Это очень серьезное замечание, потому что мы играем сейчас в опасные игры в научном смысле, и вообще человечество играет в опасные игры, поэтому, если оно гуманитарно не будет подготовлено, независимо от того, какова его специальность профессиональная, то мы все, как цивилизация, рискуем довольно быстро свой путь закончить. К тому, надо сказать, много оснований для такого вывода довольно много. Потому что плохо дело с цивилизацией, с нашей делой обстоит плохо. Ясно, что цивилизационный слом сейчас происходит, что люди потерялись, что они не понимают, кто они такие, они не понимают, как строить образование, они не понимают, насколько опасно заниматься или не опасно заниматься разными вещами, какой ценой это делается. Ясно, что это на булгаковскую тему насчет разруков в головах. Это дело не в том, что что-то произошло на планете такое особое. Вот, кстати, если так отвлекаться, у меня такой престинистический стиль вообще разговора и чтения лекций, вы не удивляйтесь, я всегда так говорю. Я просто иначе не умею. Вот, и я, собственно, куда это клоню все? К тому, что мы заигрались по-настоящему. И мы не знаем, куда мы двигаемся, мы не знаем, как образование нужно формировать. Я имею в виду не в таких сверхшколах, в которых мы в данный момент находимся, а что вообще вот делать, вот просто с людьми что делать? Их чего учить? Открывашками пользоваться, метафорически или физически? Или им давать всю полноту знаний, которыми обладает человечество, но для этого мы должны будем десятки лет держать в школе, что невозможно, и никто на это не пойдет. Встает вопрос о том, о индивидуальных способностях, кто выбирает ли нам элиту ее отдельно учить. Ну, короче говоря, здесь целый спектр очень серьезных вопросов. Очень серьезный вопрос – это гены или опыт, поскольку гены, генетика стала очень сильной, она все больше и больше узнает, она нам дает очень такие опасные намеки на тему о том, что уже с чем родился, с тем родился. Родился дураком, он ничего не поделаешь, родился гениальным, поделаешь. Это ставит очень сложные вопросы и философские, и антропологические, и цивилизационные, и социальные. Как с этим быть? Начинают вставать вопросы о том, что я к этому еще подойду. А я здесь при чем? Я не виноват. Вот какой родился, такой родился. Так сказать, что мне теперь делать? Ну, в общем, короче говоря, повторяю, генетика становится очень мощной наукой, поэтому она нам стала давать материалы, из которых следует, что есть наследственные способности, есть наследственная глупость. Ну, не ген глупости в буквальном смысле, но вот просто идут, ну, глупая семья. Вот идет одна, и что дальше? Это ставит серьезные, такие, ну, по-настоящему антропологические серьезные вопросы. Как общество себя должно в этой ситуации вести? Что делать этим людям? Или мы будем делать вещи, что мы этого не знаем, да, что есть способные и неспособные? То есть много вопросов, на которые, я думаю, вы не ждете от меня ответа. Почему мы должны про это знать про все? Например, на что влияют наши знания? Я все время как маньячка везде говорю про то, как функционирует человеческий мозг, хотя бы самые общие вещи. Должны знать вообще все. Все, независимо от специальности. Почему? Потому что это на очень многое влияет. Мы, у нас есть один способ общения с внешним миром. То есть не способ, а инструмент у нас есть один. Это инструмент мозг, наша голова. У нас больше ничего другого нет. В этой голове есть несколько окон и дверей, через которые в нее попадает информация. Они при биологии будут сказаны, да, но я думаю, все это... Я имею в виду шабанальные вещи говорю, которые всем известны. У нас нет способов узнать о внешнем мире, кроме как через сенсорные системы. Через уши, глаза, кожу, нос, органы равновесия и так далее. Эти органы чувств у разных граждан, населяющих Землю, в смысле у разных видов, они разные. Поэтому не стоит думать, что мир такой именно, как мы его видим, слышим, обоняем, осязаем там и так далее. Ничего подобного. Потому что нам Господь дал вот столько слуха, вот столько зрения, да, и столько всего остального. А кое-что вообще не дал. А скажем, электрические скаты имеют кое-что, чего у нас нету. Масса всяких существ есть, которые ориентируются на поляризованный свет, который мы никак не ощущаем и так далее. То есть я имею в виду, что мир, который вокруг нас и внутри нас, но вокруг нас находится, это ровно столько, сколько у нас наши окна и двери в мозг впустили, плюс то, как этот мозг обработал это все. А он нам ничего не обещал. Как хотел, так и обработал. Например, галлюцинации. Слышали про такие слова? Ну вот, галлюцинации. Галлюцинация это что такое? Это мозг начинает делать работу, которую он взял и решил делать сам, независимо от того, приходит внешний сигнал или нет. Если взять и начать фиксировать вот разными приборами то, что происходит в мозгу во время слуховых галлюцинаций, знаете, что такое слуховые галлюцинации? Голоса так называемые, да? Человек говорит, у меня все время здесь субъект находится, который, я его даже вижу, горячка у меня белая, да? Вот их здесь ходит восемь чертей, да? Я говорю, я очень, я лучшие годы жизни провела в Бордоне, я хочу сказать, по молодости. Ну, в смысле, я исследовала это все. И он говорит, что белогоречники – моя любовь просто. Они говорят, пять их, говорит, здесь ходят чертей, пять. Я говорю, я, к сожалению, не вижу. Они говорят, ну, как бы, примите мои сочувствия. Я говорю, ну, вы мне расскажите, пожалуйста, как они выглядят. И они, какие они, цвета какого? Говорят, зеленые – отвратительные. А на ощупь такие шершавые, противная шерсть. Да? А я говорю, ну, пахнут, серые пахнут, я надеюсь. Они же из преисподней. Они говорят, пахнут серые, еще говорят там. Вот если у этого человека снимать то, что происходит у него в мозгу в это время, то мы получим страшную картину. А именно, будет у него там, вот в этой части, где слух, да, у него будут там фиксироваться процессы, которые у него проходили бы, если бы реальный звук шел в реальное ухо. То есть, значит, мозгу, этому подлому мозгу, ему вообще-то все равно, оно пришло извне или не пришло. Он может начать крутить эту петлю, то есть, обрабатывать сигнал, который не пришел. Его нет. То есть, обычно что происходит? Сигнал вот пошел сюда, там всякие косточки, там перепоночки, да, по нерву он идет, приходит в мозг, там дальше тоже серия всяких обработок, и вот получается некий сигнал. Например, тот, который вы сейчас слышите. Но мозг может начать петлю эту крутить сам, независимо от того, пришло это в ухо или нет. То есть, мы, я к чему, собственно, так расшумелась? Потому что бы сказать, что нам не вредно знать, что делает мозг, потому что только он является поставщиком информации. Вот тут мне часто задают этот вопрос, и вы могли бы задать, но еще не задали. То есть, вы хотите сказать, вы говорите, нам поставляет мозг, а вы это кто тогда? Вы, значит, где я нахожусь, да? И, значит, я себя отделяю от мозга, получается? Вот я на этот вопрос вам вынуждена ответить. Да, отделяю. Я, правда, не знаю, где я при этом нахожусь. Но то, что мозг и я, это не одно и то же, это точно. То, что мозг умнее меня раз в сто миллионов, это точно. Как с этим быть, я не имею ни малейшего понятия. То есть, то, что я не контролирую эту ситуацию, это тоже понятно. Но мы хотя бы должны, ну, хоть что мы можем знать, что-нибудь знать. На что влияют наши знания о мозге? Я так коротенько. На образование. Как строить образование? Мы правильно его строим? Мы так учим, как мозгу было бы удобно? Или, может быть, мы что-то не так делаем? Например, как научить людей извлекать информацию из внешнего мира? Может быть, мы должны учить не конкретным вещам? Я не наставническую речь произношу, я не говорю, что это так. Но я говорю, что можно так поставить вопрос. Может быть, нужно учить учиться, например? То есть, как использовать, как эту информацию получать? Не только в простом смысле, как лазать по интернету для того, чтобы не в помойки сваливаться, а в хорошие сайты входить. Это тоже, конечно. Но и помимо этого, как ее извлекать, правильную информацию? Как учить учиться? Как мне научиться учиться? Если это какие-нибудь специальные метанавыки, которые мне бы не вредно знать, чтобы это учение проходило более эффективно. Как научиться контролировать свое внимание и память? Может быть, есть способы? Если напомните потом в конце, можете меня спросить про это. Я вам покажу. Когда нужно учить уроки, я вам скажу. Как, например, правильно классифицировать и упаковывать информацию? Не только в файлах. Вот, кстати, в файлах, это вот хороший пример, между прочим. Я не знаю, может быть, вы не мучаетесь, а я мучаюсь все время. Вот горы всего приходят, и мне надо как-то это в компьютер поместить. Значит, ну какие-то вещи я могу, предположим, по алфавиту. Хорошо, а если я забыла имя автора? Второй вопрос. Можно по теме. А по теме это как? Потому что если эта тема, например, о детях, и это сделано с помощью функционального магнитного резонанса, и на детях 3,5 лет, и на материале китайского языка, на какую букву я должна, в какой файл я должна это поместить? То есть я, значит, должна сделать несколько копий, условно говоря, что невозможно, потому что у меня будет вообще все в 100 копий. Потому что если я захочу про японский язык, то тогда я... Да, если я про детей, то есть, ну, понятная история. Значит, я не знаю, как у вас это происходит, а у меня это происходит следующим образом. Я что могу, по папочкам раскладываю, а дальше у меня есть самая мерзкая папка, которая называется «Всякая». И я валю в эту папку, и, как вы понимаете, она покрывает собой гигантский массив информации, фактически все, за исключением того, что и так разложилось. А как правило, надо лезть в эту папку «Всякая». Значит, вообще-то и в голове ведь так же. То есть как я должна выянуть? Я завидую тем людям, у которых так хорошо алгоритмически работает голова, что у них там четко все разложено. Вот у меня она так не работает. Поэтому я думаю, ну ведь где-то же я это читала. Вот как бы мне вспомнить, где я это читала? Я думаю, а, вот сейчас вот, понятно. Эта книжечка была, ну, как у слабоумных у меня. Это желтая книжечка такая была. Да, и я на нее еще чашку с кофе поставила, что ужас был. Поэтому там осталось пятно от этого кофе. И вот надо, ну, где эта книжечка? Может быть, я вот так поищу, и, как правило, я ее найду. Вот если я только, не дай бог, буду ее искать, а на полках у вас что происходит, не то же самое, что в компьютере? Как это поставить-то все? Хоть по цвету ставь. Меня, кстати говоря, расстроила одна специалистка по древнерусскому языку. Она сказала, что был какой-то период в российской истории, когда таки по цвету расставляли книжки. Вот это мне нравится. Хоть что-то в этом есть такое. Ну, как их ставить? Каков принцип? Все эти наши разговоры имеют отношение, например, к здоровью взрослых людей. Потому что стремительно растет, должна я вам сказать, вообще у меня апокалиптическое сознание, поэтому я пугаю обычно. Растет количество людей психически неадекватных. Их количество в мире растет. Конечно, всегда остается такой вопрос, это они на самом деле, их количество растет, или, знаете, как с авиакатастрофами, или нам стали рассказывать. В том смысле, что диагностировать стали лучше, или там какой-то деревенский сумасшедший где-то там в стогу сидел, никто про него не знал. А теперь всем рассказывают про это. Похоже, что все-таки количество их растет. Тогда, да, тогда встает вопрос тоже. Я же говорю, пугаю. А вот представим себе на секунду, что количество ненормальных превысит количество нормальных. Теоретически возможно? Да. Возможно. Предлагаю после этого устроить демократические выборы. Да? Значит, что получится? Кто такие нормальные? Нет, кто такие нормальные? Разумеется, абсолютно правильный вопрос, просто мы не можем обсуждать сейчас все. Кто такие нормальные? Это очень серьезный вопрос. Нормальные это те, про кого мы договоримся, что мы будем считать их нормальными. А как? А если очень нормальные, то да. Нет, но есть все-таки... Да, но... Ну вот. Хорошенькое дело. То есть вы хотите, чтобы человек с чем-то из того, что написано здесь, скажем, управлял кнопкой на атомной станции или на чемоданчик нажимал, да, когда ракеты запускаются, или он был бы авиадиспетчером, там, как бы мы не хотим, или чтобы он учил детей, например. В общем, много хорошего есть впереди. Поэтому необходимость ранней оценки того, что происходит, это социально значимая вещь. Это не только очень дорого социуму, потому что с этими людьми надо что-то делать. Вот. Но еще и опасно. Ладно, едем дальше. Структура и организация общества, вообще-то говоря, зависят от того, что мы знаем про мозг. Может быть, его надо иначе организовывать? Мозг – это сложная система. Общество – это сложная система. Может быть, то, что мы знаем про мозг, можно и на социум каким-то образом, нетривиальным, конечно, никто не предлагает простые вещи переложить. Поэтому мы должны знать принципы функционирования сложных систем. Например, когнитивные алгоритмы принятия решений. Между прочим, одна из Нобелевских премий Дэниелу Каннеману была дана. Это экономика и психология. Нобелевская премия была дана. Как человек принимает экономические решения? Это серьезная вещь. На основании чего мы делаем вот такой вывод, а не такой. Вот меня всегда интересовало, кстати говоря, вот сейчас все говорят, кризис – кризис. Везде идет кризис. Вот скажите мне, а что такое случилось? Почему вдруг этот кризис пошел? Что, цунами было размером 100 километров, которое все смыло? Или, может быть, саранча увеличилась в диких размерах, все съела? Что случилось? Астероид у нас сломился. Что произошло? От чего кризис? Значит, это явно какой-то дефект самой сложной системы. Значит, мы должны знать. То есть там какой-то порог внутри нее есть, который на фоне отсутствия голода, отсутствия каких-то планетарных событий. Вдруг весь мир начинает обвальной кризис. А чего пошел-то этот кризис? Что случилось? Что, может, холера прошла, чума? Что произошло? Ничего не произошло. Я к тому говорю, что вот эти вот вещи, которые я сейчас перечисляю, это не отвлеченные вещи, а на самом деле имеющие отношения. Как организовывать образование, я уже говорила. Дальше. Подготовка интеллектуальных и социальных элит. Нам по-прежнему нужны такого типа люди для управления человечеством, в малых или в больших дозах этого человечества. Или какие-то другие, как-то иначе нужно готовить. Кто эти люди? Это люди, у которых просто мышцы сильные, или которые самые наглые, или какие? Или самые умные, или самые нравственные. Кто эти люди? Это предмет вполне научных размышлений. Ну и вот, подбираюсь к этому самому. Веселым. В Америке появилась мода такая, говорить, это не я, это мой мозг. Значит, преступника сажают, а он говорит, а я диноват, что ли, у меня мозг какой-то. Я родился с таким мозгом. Мозг преступника у меня, ну что, теперь делать будет. Разве моя личная ответственность есть? Это всерьез, это я вам не басни рассказываю, это всерьез. Хорошенькое дело. Если мы начинаем вставать на такую позицию, это я увязываюсь с тем, что уже сказала, когда говорила, гены или не гены. Если мы начинаем на такую позицию вставать, это очень опасная дорога. А что мы, собственно, и дальше что? Какой следующий шаг? Вот есть даже книжки такие, вот, как здесь написано. Одна из этих книг называется, она наиболее известная, называется Delusion of Conscious Will. Ну, не буду там все перелистывать, но основная идея этой книжки примерно такая, как то, что написано в другой книжке, которую написал Эддингтон, Нобелевский лауреат 27-го года, бантовый физик. И он пишет, значит, Something unknown is doing without knowing what. Значит, это про мост. Значит, что-то неведомое, что-то там делают. Вопрос о свободе воли встает вот почему. Потому что, вот я уже сказала, что мозг каждого из нас несопоставимо более сложная вещь, чем те, в ком он поселился. Вот, и он почти все делает сам, нас не спросясь. Это неприятное для нас сведение. И встает вопрос о свободе воли. Потому что если этот мозг все делает сам, то мы вообще здесь при чем или не при чем? Мы вообще имеем? Кто такие мы, хороший вопрос. Но вы могли задать вопрос, откуда мы это знаем, что он делает много. Но я не могу там читать целый спецкурс сейчас. Но есть научная информация, экспериментально полученная, которая говорит нам о том, что мозг принимает решение за некоторое количество секунд, даже не миллисекунд, а секунд. И это количество секунд может быть очень большим. Например, 30. 30 секунд – это огромное время. Учитывая, что в мозгу совсем другие времена, там счет на миллисекунды, разумеется, идет. 30 секунд – это гигантское время. Так вот, мозг принимает решение секунд за 30, но и меньше тоже, до того, как человек считает, что он решение принял. Вот в этой книжке, про которую, вот в этой, ну и вообще в работах этого автора, там вообще жуткие вещи написаны. Там, например, он говорит, не волнуйтесь, все в порядке. Мозг не только принимает сам решение, он еще позылает отдельный сигнал, который звучит следующим образом. Не волнуйся, успокойся, ты принял решение сам и добровольно. Отдельный сигнал, что? Владельцу своему. Но встает, конечно, вопрос о том, кто, кто чей владеет, а? А просто куда он его шлет? Куда он его шлет? Кто тот, кто это считывает? Большинство вопросов, которые вы мне зададите, я почти ни на один из них не отвечу. Потому что тогда встает вопрос о том, где я, кто этот я, и что это за диалоги такие внутри, кто с кем там беседует. Нет, ну неприятная на самом деле вещь. Тем более он еще утешительный сигнал, вообще наглость какая, он еще утешительный сигнал тебе посылает. То есть подкрепление, как при формировании рефлекса, прямое эмоциональное подкрепление, представляете, сам себе. Не волнуйся, ты сам все и решил. Ну вот. И тут приходит на ум кружка прелестная, видите, да? Вы про кота Шрёдингера, наверное, знаете. Ну вот, мне просто кружечка нравится. Здесь написано, значит, Шрёдингер's cat wanted dead or alive. Да, так я к чему сейчас про это говорю? Потому что квантовая физика столкнулась с этим ужасом, но это было сто лет тому назад, когда, во-первых, оказывается, что объект не обязательно в одной точке находится, а он может находиться в двух одновременно. В чём пугает то, что спасительная мысль, которая первый раз в голову приходит, когда ты об этом думаешь, что, может быть, просто этот объект, в смысле частица, очень быстро перебегает, что это мы просто мы и думаем, что он одновременно. А на самом деле скорость большая, что он то в точке А, то в точке Б. Нет, этого утешения нет. Он находится в точке А и в точке Б одновременно. Что валит, конечно, на повал. Это первое. И второе, что вообще наличие чего-нибудь, где-нибудь определяется, только в тот момент, когда есть наблюдатель у этого. То есть, когда есть тот, кто смотрит. Ну, это на самом деле ужас, но как-то физика с этим справилась, а нас всех остальных, не физиков, утешали, говоря, это всё в микромире, это всё в квантовом мире. Вы не волнуйтесь, в большом мире, значит, не так. Вы должны заметить, что в большом мире, вот как насчёт в двух разных точках, это я уж не рискну, а вот насчёт того, что всё зависит от наблюдателя, это бесспорно так. Потому что классическая наука, это что такое за занятие? Это вот здесь, вот на сцене, происходят какие-то события, то есть мир существует. Учёные сидят там, где вы сидите, и на это смотрят. Значит, здесь как бы вот оно независимо идёт. Вы откуда-то из другого пространства на это смотрите, а здесь объективно всё происходит. Вот нету этого, нету сцены, нет никаких зрителей, а все находятся в одном и том же пространстве. За исключением только одного, что вы когда как зритель выходите отсюда, то нет никаких оснований считать, что здесь кто-нибудь остался. Что здесь происходит, когда вы уходите, неизвестно. Это как раз как с потом, с этим. То есть для того, чтобы узнать, что здесь происходит, вы должны заглянуть. А в тот момент, когда вы заглядываете, история меняется. Поэтому сейчас мы находимся в ситуации, с которой, я повторяю, физика квантовая уже как-то разобралась, более-менее, психологически. А нам приходится разбираться, потому что, значит, выходит тогда, встаёт вопрос вообще об объективности. Причём этих объективностей много. Например, я говорю, мир такой-то, а дельфин мне говорит, ну, молчала бы. То есть, какой такой? Какой-то такой? Я, кстати, недавно, со мной вообще всё случайно происходит, я недавно включилась в канал с дискамеря, в котором, он красивые рыбки плавали, ну, мы рыбки и рыбки, хорошо хоть, по крайней мере, не кремль, а рыбки, да? Вот. И тут, да, вдруг оказалось, что там идёт очень серьёзный фильм про то, почему они такие цветные, и почему одним хорошо, что они не такие цветные, потому что, да, они сливаются с фоном, а как насчёт других, которые совсем цветные, а им тоже вполне хорошо? Как же тут быть? Я думаю, интересно, а как они будут, в общем, я досмотрела фильм до конца, BBC фильм был. Там оказалась вещь, которая могла бы мне в голову прийти, но не пришла. никогда. У всех у них разное зрение. Фокус в том, что это нашим зрением. Одни цветные, а другие как раз не цветные. Потому что мы со своим принимать им, так сказать, зрением туда вошли, и вот там это всё. А что у них всё-то? У них другие. Там у одних хищников один наборчик, колбочек, да, и его жертвы, вот так вот в этом. Представляете себе? То есть там на вопрос, страшный вопрос, как на самом деле выглядит коралловый риф, нет ответа. Потому что он для всех выглядит по-разному. Это на первый взгляд только не имеет отношения к тому, о чём я сейчас говорю. А уже на второй имеет. То есть мы зависим от того, кто смотрит, зависит. Как выглядит, зависит от того, кто смотрит. Как слышится, зависит от того, кто слушает. Ну, скажем, я не знаю никаких языков восточных. Вот если сейчас здесь будет написано арабской вязью значит некий текст, то при том, что у меня нормальное зрение и я вообще как бы умею с текстами работать, мне не холодно, не жарко от этого. Я с этим текстом ничего сделать не смогу. Значит, этот текст имеет смысл только тогда, когда есть тот, кто его читает, обладающий правильной компетенцией для того, чтобы его читать. Так же, как и на слух. Скажем, вот как мы, например, умудряемся вообще расшифровывать хоть какую-нибудь, в том числе, очень хорошо знакомую устную речь, мне понять никак нельзя. При том, что я по первому образованию фонетист. Я как раз с этим работала и за акустикой, и за спектрами. Когда вы читаете тексты, у вас хотя бы есть пробелы между словами. Вы знаете, где одно слово кончилось? А вот если вы запишите мою, у меня быстрая речь, если вы запишите мою речь и посмотрите остелограмму и спектрограмму, что вы там увидите? Понятно, что будет сплошной этот поток? То есть, как мозг умудряется это шинковать-то? Капусту-то? Тексты раньше тоже без проблем. А? Тексты раньше тоже без проблем. Нет, ну я и говорю, что нужны правила определенные, правильно? Но эти люди были научены на данный текст. Это не противоречит тому, что я сказала, потому что я и говорю про то, что нужна данная компетенция. Если меня научили читать текст без проблем, то я и разбираюсь с ним. Если не научили, а этот мозг умудряется, во-первых, с дикой скоростью уже это все идет, как он не может. Ну, в общем, ясно. Картинку показываю, нашла. Это, как вы видите, Алиса, и там одновременно код, который шрёдингерский, он еще к тому же и чеширский. То есть, вот перед ней загадка, что она, конечно, может туда заглядывать, но понятно, все написано. Ей говорит, so maybe I'm really шрёдингерский then again maybe I am I guess you'll never never unless you open the lid ха-ха-ха. Потому что тогда, когда ты туда заглянешь, значит, я как раз и оказываюсь таким или другим. Ну, в общем, проблема. Ну, Канта я вспоминаю вот в какой связи. Вот сейчас модной, не в ширпотребном смысле слова идеей является то, что великий Кант в свое время и сказал, а именно в последней строчке написано. Рассудок не черпает свои законы из природы, а предписывает их ей. Это вообще неприятное событие, потому что это значит, что та информация, которую мы извлекаем из внешнего мира, ее как-то преобразуя и классифицируя и так далее, может быть, вот если так провокацией в чистом виде заниматься, то я вот маленький перескок сделаю и спрошу, а почему я должна верить математике, например. Вот почему я должна считать, что математика объективная вещь. Я провокацию осуществляю. Потому что она амстакция и не зависит ни от какой амстакции. А я вам отвечу на это. Я провоцирую, я не говорю, что я так думаю. А я вам отвечу. Таким образом умеет работать наш мозг. Точку скажу. Просто мозг работает так, это его язык. Он вот так вот любит. значит он глядя на мир его в такие формочки помещает, раскладывает в такие коробочки, которые умеет. Я не говорю, что так обстоят дела. Я не хочу вас ввести с толку и сказать математикам решительное нет. А я просто хочу сказать, что это трудная история. Может быть мы этот мир описываем, потому это я все кручу насчет того, почему не вредно нам знать, как функционирует мозг. Потому что он это делает. Мы значит должны все время как бы оглядываться на него внутри этого своего мозга, еще на него смотреть и как бы так условно говоря спрашивать. Ты мне не врешь, во-первых? А во-вторых, а ты уверен, что так? Ну вот я недавно участвовала в одном очень интересном провокационном действии в Москве, на прошлой неделе собственно говоря это было. Там было такое, это называлось научно-художественный симпозиум брейнстормс, двоеточие художник контекста нейронаук. Но я там в двух вещах принимала участие и тоже провокационно задавала вопросы. Один из симпозиумов я сама вела, он назывался «Мозг и музыка». И вопрос мой первый, я чтобы сразу дрожь взяла зал весь, большой там, 700 человек, я задала вопрос, если мы все исчезнем, вот просто у нас нет музыка есть после этого или она где? Так же и математика, вот если мы все исчезли, математика с ее законами остается или нет? Я не жду ни от кого ответ, я просто тревожу вас. Теперь вот насчет возвращаясь, у меня есть еще немного? сколько? Возвращаясь к тому, кого человеком считают. Вот в чем она? Вот в последнее время пошла страшная мода на то, чтобы искать специфичные для хомо гены. И где-то года два или может быть три тому назад копиться в светлой памяти тогда он позвал нас с Константином Монохиным на передачу, сказал, открыли в Калифорнии генмышление, приходите, обсудим. Но мы ему говорим, да быть того не может, потому что ген такого быть не может. Он говорит, все равно там ссылку дал. Мы, разумеется, все проверили. И, разумеется, такого быть не может. Но все время ищут какие-то конкретные гены. То, объявляю, что нашли ген языка. Некоторое время назад страшный шум был, потому что нашли ген Fox P2, Fox P2, который был объявлен геном грамматики даже. Шли статьи, да, шли статьи, где было написано The Grammar Genes Founded Last. Там очень пышно это все было. Ура, разумеется. Но это требует длинного разговора, а когда поступите в университет, мы его проведем. Все время ищут ген чтения, ген пения, ген пилочки для ногтей, щипчиков для крабов. на все ищут ген. Мышление, ген памяти, ген внимания. Все время ищут конкретные гены. Со всей ответственностью заявляю, не нашли и не найдут никогда. Потому что не может быть гена никогда одного, который обеспечивает такие сложные функции. Это совершенно невозможные вещи, ищут напрасно. Но все-таки найти что-то, что говорила бы, вот это только у людей, а это есть и у других. Это вот такая современная очень история, и она непростая совсем. Этим занимаются прямо сейчас и занимаются серьезные люди. И я просто намекаю. В частности, например, всех интересует как насчет сознания. Что такое сознание? Что такое сознание? Может никто ответить? Может вы хоть ответите? Никто не может ответить в мире. Есть идеи? Нет идей? Правильно. Значит, я очень жалею, что не я автор этого определения, а у него автор есть, то есть был, потому что умер, был такой профессор Богин в Калифорнии, который работал вместе в группе нобелевского лауреата Роджера Роспери, который в 80 каком-то году, скажем, четвертым, получил свою новелевскую премию за то, что открыл функциональную специализацию полушария главного мозга. Тогда пошла мода на это право- и лево- полушарное. Культуры, стали говорить, это право-полушарная культура, это лево-полушарная. Весь этот маразм повалил. Ну, в общем, короче говоря, вот он был замечательный ученый, и он сказал чудную вещь, у меня на эту тему есть фильм, где он это говорит, он говорит, сознание это как ветер, его увидеть нельзя, можно увидеть только результаты его работы, а именно снесенные крыши, цунами, там что-то попорченное, или наоборот не попорченное, а сам ветер увидеть никто никогда не видел и не увидит, поэтому искать его бесподобно. Вот с сознанием такая же вещь, мы только можем видеть результаты его работы, и то это сомнительные результаты, учитывая то, что я уже произнесла, потому что большую часть работы делает мозг сам, и в сознании это вообще не выносит. Например, есть эксперименты, где показывается, что когда люди решают сложную арифметическую задачу, которую на самом деле решить нельзя, ну например, умножить сколько-то тысяч на сколько-то тысяч, при этом тысячи не 2 и 3, а 186, 945, так с половиной, например, на такое же число. Вот когда люди решают это вдвоем, и настраиваются друг на друга, то они, не разумеется, не то, что они дают правильный ответ, а из возможных вариантов, они статистически значимо начинают давать более правдоподобный, близкий к реальному ответ, что вообще не имеет никакого объяснения, потому что они, разумеется, ничего не считают, и они не понимают, как это произошло. Но это вот есть группа профессора Лохвердова на психологическом факультете нашего университета, где такими вещами занимаются. Ну, в общем, работают, короче, люди с этим. Так что, непонятно, что это такое, но не стоит забывать, что у нас есть еще один одновременно друг и враг, а именно подсознание, хотя я терпеть не могу Фрейда, считаю, что жулик, да, испортил весь 20-й год. Я не говорю, они мне не верят. Они шипят. Хря шипят. Нет, ну, он не жулик, конечно, но он больной человек. Что подъем? Нет, ну, если не без провокации, то, конечно, он, разумеется, крупнейший ученый. Конечно, тот факт, что он вообще вывел на поверхность тему подсознания, и все это бесспорные его плюсы. Другой вопрос, когда он начал на это накручивать Эдипа в комплексы и все остальное, и испортил целый век целый народу, археологи и антропологи фиксируют некоторый взрыв креативных способностей древних людей, который произошел примерно в это время. Как это получилось, почему именно в это время, и что там, собственно говоря, случилось, но с этим фиксируется какой-то такой рывок, когнитивной эволюции, что связывают и с языком, который вроде бы начал какие-то корни давать. Вы же понимаете, у нас нет данных и никогда не будет на тему о том, когда язык возник, у нас же ничего нету, откуда оно может быть. У нас могут быть только реконструкции, что не говорит о том, что это плохо. Реконструкции разного рода, и археологические, и антропологические, лингвистические, конечно, мощнейшие, и так далее. Но все-таки это косвенные данные. Поэтому мы можем на косвенных вещах и базироваться. Ну, например, если мы отрыли существо, у которого подходящий череп, подходящий, уже он прямоходящий, и объем черепа подходящий, вроде руки подходящие, вроде гортан подходящий, и при этом он уже пользуется орудиями труда. и более того, эти орудия труда, они не просто что попало, взяло, им стукну, а сделанное, то есть требующее многоэтапного планирования, передачи знаний соседям или даже другому поколению. Вот если это все есть, то, в принципе, можем заподозрить, что у него мог быть и язык. Но не более того, потому что у нас же свидетельство, откуда мы можем взять. Игроки на этом поле есть те, которые я написала. Например, игра считается очень серьезным игроком на поле возникновения языка. Кстати говоря, мне очень хочу сказать, в следующий вторник, вот ближайший вторник, у меня будет семинар научный происходить, приедет московский человек, который по происхождению языка один из самых важных, Барулин его зовут, и это будет 6 часов в дворце Бобринский, где факультет свободных искусств, а также наук. Так что, если кто хочет, так и приходите. Там двери открыты. Ну, короче говоря, там много разных вещей есть с этим связанных. Ну, например, вот все говорят, нужно, чтобы была подходящая гортань, потому что для того, чтобы артикуляция получалась, нужно, чтобы там можно было все это менять. А я на это говорю, а при чем тут гортань? Например, одна из теорий сводится к тому, гипотез, сводится к тому, что первым языком был язык жестов. И он очень долго существовал, и уже это был не просто язык пальцем ткнуть куда-то, а язык с грамматикой там, как следует. Тогда при чем деталь, да? Ну, в общем, короче говоря, это более сложные вещи, чем на первый взгляд кажется. И основные игроки на этом поле, вот тут, я несколько картинок покажу, чтобы вы уж совсем не умерли от такого длинного и пестрого разговора. Это электронно-микроскопическая фотография одного из нейронов. Их, понятно, много типов, и они все по-разному выглядят. Но вот так он выглядит. И вот так они выглядят, когда они друг с другом соединяются. А соединиться это и значит передать информацию. А еще хуже, что там кроме нейронов есть еще глиальные клетки, что людям, изучающим древние языки, не надо переводить. Именно, что это всегда считалось, что это какой-то клей такой, в который это... Ну, где-то же они должны лежать, эти нейроны, что это вот такая подкладка, так сказать, или упаковка какая-то. Но сейчас вовсе так не считают. Этих глиальных клеток огромное количество, у них собственная память, и если нарушен этот так называемый клей, то интеллектуальные нарушения у детей будут. В общем, история сложнее. Я не понимаю, как по нейронной сети такого типа может хоть какой-нибудь сигнал куда-нибудь приходить. И не заблудиться. Да, и не заблудиться. Совершенно не понимаю, как это может быть. Но, с другой стороны, не моего ума и дело, а дело его... Это мозг, пусть думает. Вот видите, ну вот как здесь может хоть какой-нибудь сигнал куда-нибудь прийти? Страшно даже представить себя. Хочу просто показать красивую картинку, она из свежих, тем более, что я знаю автора. Это приз они даже получили, это называется BioArt, то есть это реально электронно-микроскопическая картинка, это не не кисточкой рисовали. Вот. Которая, значит, красная, это ядра нейронов, а зелененькая, это лезут споловые клетки, которые потом во что-то превратятся. Ну, просто красота. Как вообще такая сложность может функционировать? Ну, а теперь, самое, пугать да пугать. Значит, у нас триллион нейронов в мозгу. Это количество меняется все время. Если вы возьмете разные книжки, то вы увидите и другие цифры. Я имею в виду, что это число растет. По мере увеличения наших знаний, оно еще недавно другое было, а теперь еще больше. Но совсем бьет на повал квадриллион соединений между клетками. То есть соединений, вообще квадриллион, это запредельное число. Для пущего ужаса хочу сказать, что глиальных клеток в 10 раз больше. Я даже не знаю, как называется число, которое в 10 раз больше, чем квадриллион. Я просто вообще не знаю. 10 квадриллионов. А? 10 квадриллионов. Ну, в общем, ужас. В любом случае. Теперь, нейронные, нервные процессы в мозгу текут вообще не с такой большой скоростью, между прочим. Во всяком случае, современные суперкомпьютеры обогнали нас раз и навсегда. Навсегда у нас никаких. Эта история закрыта. Они, ну, как здесь написано, меньше, чем за наносекунду передают информацию. Счет идет на многие триллионы операций в секунду. Это никакого сравнения с этим реальный мозг не выдерживает. Тем не менее, нет никаких суперкомпьютеров, которые были бы Моцарты или Шекспиры. То есть, ничего креативного, кроме перебора операций, кроме пересчета вот этого, ну, вариативных штучек, короче говоря, они сделать не могут. Это говорит о том, что мы имеем дело, у нас нет лучшей метафоры для того, что такое мозг, чем компьютер. То есть, все согласны с тем, что это какой-то компьютер. Но это ясно, что это не такой компьютер, как те, с чем мы привыкли иметь дело. И в любом случае, там несколько и разных видов с разными типами переработки информации, работающие параллельно и за счет этого такая эффективность. То есть, это точно, это не то, как... Это дикая нейронная сеть, в том числе, вот эффектные циферки показываю, если все это в одну ниточку вывести, то 68 раз можно Землю облететь, в голове каждого из нас-то находится, или 7 раз слетать на Луну. А также девушкам пубертантного возраста не вредно знать, что образуются нейроны со скоростью 30 миллионов в час, когда плод зреет. то есть, это серьезная история. Вот японцы, видите, у них есть способы фиксировать такие. Вот сейчас такое происходит в гиппокампе, то есть, отделе, одно из отделов, которые занимаются памятью. Вот такое сейчас там идет. А также есть у нас зеркальные системы, их автор, вот видите, я хвастаюсь, какие картинки подбираю, автор посредине, как нетрудно догадаться, его зовут Джаком Аризалатти, и он открыл нейронные зеркальные системы, сначала там у животных, а потом в мозгу. Вот так они выглядят. и вот что они обеспечивают. А именно, когда хорошо работают зеркальные системы, то это существо, которое владеет этими зеркальными системами, оно способно перемещать свое сознание в сознание другого существа, ну или в нашем случае человека, для того, чтобы представить себе, как он смотрит на эту же ситуацию. То есть это то, что почти не имеет перевода на русский язык, никак не подобрать хороший перевод. По-английски это называется theory of mind. И это вовсе нельзя переводить как теория ума или теория разума, как на каждом шагу переводят. Это совершенно не про то. Это на самом деле способность строить модель сознания другого человека. То есть это считается основой языка, основой усвоения языка, потому что это имитации, это способность сопереживания, это способность адекватного выстраивания социальных отношений. Понятно вообще то, что я говорю? Если непонятно, то скажите. То есть это значит, что если я предположим планирую какой-то разговор серьезный и если я не дура, то я должна представить себе, как этот разговор может идти. Например, кто этот человек, с которым я говорю, что он знает, чего он не знает, какого он типа, как он ко мне относится, как он относится к этой ситуации. В хорошем случае я должна проиграть что-нибудь типа я ему вот что скажу, а он в ответ вот что. После этого я ему вот что, после этого он мне вот что, после этого я его стулом. Значит, я должна не ждать момента, когда я его стулом убью, а проиграть эту историю заранее. Это в частности обеспечивается нейронными системами. В теории в книжках полагается считать, что ими обладают дети старше лет пяти, что ими не обладают животные, но что это свойство здорового развитого взрослого человека. Мой комментарий к этому такой. Разумеется, этим обладают взрослые, не взрослые, а животные. Высокоразвитые животные наверняка обладают этим, иначе как они охотятся и так далее. Я после этого скажу, что я уверена в том, что этим не обладает большинство взрослых людей, населяющих планеты. Поэтому если это характеристика homo sapiens, тогда встает под вопрос на тему о том, все ли притворяются, что они люди, что они на самом деле люди. Ну вот, это влияет на социальное поведение, в частности зеркальная системы нарушены у детей с аутизмом и у людей вообще взрослых, которые выросли из этих детей, и у больных с диагнозом шизофрения. То есть те, у кого нарушены социальные навыки, они похоже имеют эти повреждения в мозгу, это опять-таки к вопросу о том, это все щекотливые такие пункты, понимаете, как бы у меня мозг такой, вот на эту тему получается, трудное дело. И как нам, собственно говоря, это относиться? Вот мы должны это учитывать вот в разных сферах, в том числе и в социальной жизни. Мы должны делать поправку на то, что люди, принявшие такое-то решение, например, интеллектуально или когнитивно неадекватны. Это опасные территории, на них даже не знаешь, как наступить, чтобы не взорваться. Но делать вид, что этого нет, мы тоже не можем. Ну и сейчас. Какие у нас перспективы попугаю немножко? Значит, очевидно, ну, искусственный интеллект и все, что с этим связано, антропоподобные роботы и так далее, это реальность, это не будущее, это не фантастические романы, это то, что реально происходит. Происходит с очень большой скоростью и чего пока, слава тебе, господи, нету, это роботов с сознанием с я. Как только появится робот, у которого есть я, значит, появляется робот, у которого есть свои планы, свои цели, свои мотивы и так далее. И тогда я вас всех поздравляю от всей души. Не вас всех, а нас всех поздравляют. специалисты в этой области говорят, что это реальность, что это произойдет довольно быстро. Срастание людей с компьютерами уже происходит, уже есть возможность, и даже более того, это делается, вставить чип, который увеличит вашу память, скорость и так далее. Это пока игрушки, но они станут не игрушками. Всякие искусственные органы, это уже реальность, и понятно, что это нарастает, это имеет как плюсы, так и минусы. Например, встает вопрос, где кончаюсь я. Где я все еще я. Если руки искусные, ноги, печенка, сердце, в мозгу вставлены штуки, которые вместо меня думают. Недавно, мне вчера кто-то сказал, в будущем не будет никаких акустических записей, не только никто не будет любить виниловые пластинки, как сейчас пижонство, да, такое, но и ничего другого не будет, просто, когда ты рождаешься, тебе будет прям вставлять чип в голову, и ты как только подумал, Майкл Джексон, он сразу заключил, потому что там своя жизнь, то есть я вообще не понимаю, мы вообще... Сейчас бы он у нас у всех зазвучил. как с нами-то тогда будет. Справимся мы с этим психологически и социально, это большой вопрос, поэтому вот то, что красным написано, это реально действующие уже отрасли человеческого знания и даже науки. И встает вопрос о том, где мой мозг, где он, не мозг, а мое сознание, здесь не брейн, а майн, я случайно сказала мозг, майнд это сознание, это брейн это мясо, так сказать, а майнд это вот то, что вышло. И где границы? Скажем, майнд у этих зверей есть, а есть майнд у пылесоса с искусственным интеллектом? Я почему говорю, потому что Where is my mind? это название статьи одного из моих любимых авторов, его зовут этот философ американский, он же лингвист, которого зовут Джерри Коддер, он такой хулиган и провокатор. Вот, он написал статью Where is my mind? Он очень знаменитый, так что это не то, что. И я ее взялась читать, и мне было страшно жалко, что я ее читаю одна и не могу своим восторгом ни с кем поделиться. Я на полу лежала одна. Он пишет следующее, пишу я эту статью, вокруг меня ездит пылесос с искусственным интеллектом. Ну просто как же это будет? Мои внуки, говорят, кормят его печеньем, он с удовольствием ест. Просто живой, это значит, у него, он пишет, he даже пишет, не это, he, he should have mental representation, что он знает, что у него должна быть ментальная репрезентация. Я, говорит, его открыл. Ну я умерла, просто на полу лежал. Открыл, знаете, открыл, открыл, чтобы найти там ментальную репрезентацию. Я, говорит, туда смотрю, нет там ментальной репрезентации. Но, говорит, печенье куча, масса всякого хлама и кошачья шерсть, там, и все, а ментальная репрезентация, а ведет, говорит, себя, ну просто как живой, что же с этим делать? Между прочим, вопрос не такой простой, как кажется. Это как отличить зомби, как философское понятие, от того, у кого на самом деле сознание. Это вот, в теме, которую я сейчас говорю, это вполне серьезные вопросы. Поэтому встает вопрос о том, что называется extended mind, об этом пишут серьезные люди, что те вещи, которые мы делали сами, теперь делают куча всяких айпэдов, айфонов и разных устройств, которые вместо нас думают, выполняют когнитивную работу. То есть мы разделили свои когнитивные процессы не только с другими людьми, мы делим, значит, ты вот это делаешь, ты это, ты это, ты это, но еще и с приборами. Это вопрос об аутентичности. Где кончаемся мы? И есть вот этот знаменитый человек, Марк Луэн, он, ну, здесь все написано, и он говорил, что получается, что мы на пороге того, что получился надбиологический вид, который носит название Homo sapiens auto creator, то есть самоделающий, сам себе создатель. Ну, вот такое впереди. А это имеется в виду мы или роботы? А? Это имеется в виду мы или роботы? Имеется в виду мы. Самоделающиеся. Самоделающиеся. Вся. И, конечно, мы рискуем, потому что персональная геномика развивается стремительно. Это дает нам возможность довольно скоро иметь каждому из нас расшифрованный геном. это довольно дешево стоит уже. Ну, я уже в разных аудиториях говорила, что это чуть ли не в этом году будет стоить тысячу долларов за расшифровку генома. Для сравнения, вот сон, который... Всего? Всего. А разрушен весь геном человека? Так нет, он расшифрован, мы не все понимаем. Нет, он расшифрован, нет, имеется в виду расшифрован геном каждого, персональный геном. Вот какие геноми? Лично ваш геном. Который скажет. Это и цена примерно, как серьезного анализа крови. То есть это реальность. Это уже никакое не будущее, это реальность. Это, конечно, страшно полезная вещь, потому что вы будете знать, какие у вас есть потенциальные опасности, какие есть болезни. Если это умеют делать, значит, можно подкрутить и вынуть, так сказать, кусочек оттуда. Ну так, виртуально говоря. То есть все это очень хорошо, но это одновременно и опасность, потому что мне уже даже надоело эту фразу говорить, те же отверточки и отмычечки, отмычечки, которыми положительные вещи делаются, ими же и отрицательные вещи делаются. То есть можно ножиком огурец разрезать, а может человека. Так что это вот оно. Ну и, может быть, вы помните, два года назад появилось вот такое существо, Синтия названа была, в Нью-Йорке, значит, это было опубликовано со словами «It's life, but not as we know it». То есть это другой тип жизни, а именно в яйцеклетку была вставлена информация не из другой клетки, что делается направо и налево все время, это никого не удивляет, а была вставлена информация компьютерная. То есть это отцемать, так сказать, этой клетке компьютер. И это реальное живое существо. Вот у него есть день рождения, 20 мая 2010 года. То есть мы начали игру на опасной территории. Ну и напоследок в Гетовом, потому что наука, ведь что она, собственно говоря, делает? Я не буду зачитывать, вы сами можете прочесть на любом языке. Она, ведь что делает? Наука анализирует, она все режет и смотрит, из чего составлено. Но, как говорил Юрий Михайлович Лотман, он незабвенный, он говорил, конечно, теленка можно на бифштексы, но обратно на саду. Поэтому, когда мы вот этот вот мозг там шинкуем на мелкие кусочки, на мелкие пластиночки, с помощью хороших приборов, я не имею в виду непременно ножиком, а виртуальным ножиком, вот, то это все верно, но если мы настолько дурачки, что мы думаем, что чем мельче мы нашинкуем, тем больше шансов, что мы там сознание найдем или я найдем или еще что-нибудь, вот это, конечно, большое заблуждение, потому что вот этого как раз не случится. Так вот, в качестве финала скажу, если мне бы сейчас сказали, вот мы тебе подарок делаем, даем тебе прибор, и этот прибор покажет информацию о каждом нейроне, значит, и его связи. Значит, вот я теперь спрашиваю, значит, квадриллион, да, и что я буду с этим делать, я хочу знать теперь. Даже если не квадриллион, а триллион, просто вот без всяких связей, просто каждый отдельный нейрон. Мне нужна эта информация? Она же мне не нужна. Я с ней справиться не могу. Что мне с ней делать? Это ведь не вопрос перебора комбинаций, потому что это бессмысленное дело. Она мне, значимой информации не принесет эта вот куча сведений. Так что проблемы у нас есть. Во-первых, общество себя единой семьей абсолютно не осознало, и поэтому относится безответственно ко всему, к чему я говорила. Оно не учитывает даже те знания, которые у него уже есть. Просто одни получают знания, а другие живут в параллельном мире и управляют странами и планетами. Ну и так далее, что я здесь и пишу. И осмысление всего этого. Если помните, я... конвергентный. Конвергентный это науки, которые проникли... Вот когнитивная наука это конвергентная наука. Это области знания, которые проникли друг в друга, когда нельзя определить, где область по-прежнему психологии, а где область уже лингвистики или уже искусственного интеллекта. Так что конвергентное, это, кстати, модное нынче слово, конвергентное знание это именно когда... не расчленённая на отдельные ЦК, объединённая в целом. Ну и что? Остановить нас, как здесь написано, может только то, с канта начала, канта мы заканчиваем. А именно звёздное небо над головой и нравственный закон внутри нас. Мне кажется, что мы сейчас в такой точке развития нашей цивилизации находимся, где такое ответственное отношение к тому, что мы будем делать со всеми этими отверточками и ножичками, которые мы накопили, как мы их сможем использовать, так, чтобы не истребить себя. У меня, честно говоря, есть надежда одна. Это надежда на 2037 год, когда должен прилететь астероид Апофис. Мне кажется, он закончит эту историю. Потому что, да, он вроде должен в землю вломиться, и всё. Никаких антропонорфных роботов. Какой? Не устраивает. Ну вот, ну ладно, это городские шумки. Я хочу вам сказать, поскольку вам поступать в университеты, или куда вы там собираетесь поступать, я бы, может быть, если у вас есть вот уже чёткое решение, там, хочу быть аналитическим физиком, то есть химиком, ну и отлично. Или хочу заниматься, я знаю, там, рыбами такого-то вида, ну тоже отлично. Но если у вас такое решение не принято, может быть, имеет смысл выбирать такое место для поступления, которое даёт вам некоторую фору подумать, что потом выбрать. Потому что никогда не знаешь, понимаете? Если бы мне сказали, я вообще не знаю, как школу кончила, да, но я имею в виду, никто вообще помыслить не мог о том, что я буду, вот одно из мест моей работы, это Курчатский институт для бомбы делали, да? Я там трижды восемь, это предел моих математических возможностей. Я имею в виду, что если бы мне кто-нибудь сказал, что я буду работать в таком месте, и в нём ещё серьёзную позицию занимать, я бы просто смеялась как дитя, потому что ничто не предвещало. Я училась на гуманитарном факультете, у меня в дипломе написано «Английская филология, учитель английского языка». Сейчас я напоследок скажу один случай жизни, вам не подойдут, потом вы расскажете. Но кто мог представить себе, что я в итоге стану биологом, потом психологом, нейроисследователем, и теперь буду заниматься вообще все эти кучи. Это вообще ничто не предвещало, абсолютно. То есть ты никогда не знаешь, куда тебя вытащить. По пути может надоесть. Собачка могла подрасти во время пути. Поэтому, может быть, стоит выбирать какое-то такое из отделений, которое бы, во-первых, дало максимальный, ну, какой-то веер, а во-вторых, дало бы вам возможность принюхаться, так сказать. И время. Да, и время, самое главное, время. Поиграть на этой клавиатуре, так сказать. Вот это мне нравится, а от этого меня вообще тошнит. Кстати говоря, неплохо и отрицательные такие вещи. Вот это я точно делать не буду. Это, вот. А последние случаи жизни расскажу следующие. А когда защитила... Значит, я сказала, да, у меня в дипломе написано английская филология. Нет, филолог-германист у меня еще там написано. Филолог-германист. Это важно для последующего рассказа. Когда я защитила уже биологическую диссертацию, меня погнали в военкомат получать бронь от войны. Хотя война не предвиделась и вообще ничего такого, но прийти туда надо было. Я пришла. Они вынули что-то вроде перфокарты, какая-то такая из картона какая-то штука, где пером, тушью, значит, были про меня сведения написаны. Там было написано, во-первых, что у меня два образования, у меня одно. Значит, одно было написано Ленинградский орден Ленина, орден чего-то там, университета имени Жданова. Второе было написано Институт эволюционной физиологии, биохимии, академии наук СССР, что не является учебным заведением. Но ради этого я, разумеется, не стала это рассказать. А вот дальше был хороший пункт. Там была написана специальность. И специальность там была написана следующее. Филолог, физиолог, а это по этому, по... Нет, и по специальности кандидатской. Физиолог, крепко сидите, дефис, гармонист. Физиолог, гармонист. С тех пор я замерла, потому что я с ужасом думала о том, что я, собственно, должна буду делать. А у них, у бедных, бояк, у них перемешалось, потому что, значит, у них гермонист стал гармонистом. Что знаю, про это пишу, да? Вот. А филолог у меня делается физиолога. Но я, как вы догадываетесь, не исправила. Ну ладно, в общем, для того, чтобы такая экзотическая специальность в итоге получилась, вы себе дайте фору, в том числе и времени, поориентироваться в пространстве. Вы что-то говорили про ногу, но лучше всего учить уроны. А, да, вот хорошо, что вы напомните. Нет, это, между прочим, довольно новые сведения. Тихо, тихо, тихо. Это про то, как организована память. Значит, информация, которую вы учите, попадает для начала, я грубее говорю, чем на самом деле, она все-таки попадает в гиппокамп. Это область мозга такая. Вот. Для того, чтобы она уложилась и легла надолго, она должна переместиться в кору. Это происходит, граждане, во сне. Только во сне. Поэтому, задаю вопрос. Все, наверное, сталкивались с ситуацией, когда ты учишь на самом деле, готовишься к экзамену, а потом ты приходишь, тащишь билет и пусто. Ничего. Причем я не беру ситуацию, когда вы нагло лжете собравшимся насчет того, что учили, а сами не учили. А я беру ситуацию, когда на самом деле учили, и этот конкретный билет учили, но он почему-то не вылезает. Вы приходите в горе, ложитесь спать, утром просыпаетесь, вы ничего не учили еще раз, и вы готовы отвечать на пятерку или на восьмерку. Что это было? Где была эта информация? Так вот, да, короче говоря, это я говорю научные сведения, абсолютно всерьез. Если вам нужно к завтрашнему дню, чтобы вы что-то на самом деле запомнили, то нужно вот сейчас начать заниматься, после чего спать лечь быстро. И не потому, что зубы утром чистят, а руки моют перед едой. Это не в качестве хорошего поведения, а потому что тем самым вы даете мозгу возможность переместить это в те зоны, где вы сможете эту информацию добыть. Это абсолютно серьезно, я говорю. Просто практический совет. А им хоть кол на голове тиши. Полтора часа спят, сегодня вот доклады. Так нет, ну это, понимаете, ну, конечно, все зависит от личной силы, так сказать. Можно себя напряжением всего организма собрать. Но правило просто вот нейронаука нам говорит об этом серьезно. Я даже, думаю, может, не ошибаюсь ли, я недавно Анохина, моего коллегу и приятеля, который как раз специалист по памяти, и я его прямо спрашивала, скажи мне, вот это так или не так? Он говорит, абсолютно точно так. Так что правду вам говорю. Если завтра сдавать экзамен, то бесполезно учить это в 4 часа ночи. Просто это бесполезно, оно не учится. Оно должно иметь время уложиться вполне физическим, так сказать, химическим, точнее говоря, опытом. Ну, идите, учитесь. Да. Спасибо. 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 Мы вас ждем в университете. Вот что имеете в виду. Вы наши лучшие студенты, поэтому мы вас ждем. Надеемся, что мы не смогли на все события. А мальчик еще страстно жил.